Сегодня значимая дата в истории города. Ровно 37 лет назад, в июле 1984 года, был опубликован указ Верховного Совета РСФСР о присвоении населённому пункту наименования посёлок Муравленковский. История города берёт своё начало в далёких 80-х годах. Он вырос из нескольких строительных вагончиков в глухом уголке тайги. Своим рождением обязан промышленному освоению Муравленковской группы нефтяных месторождений. Генплан утверждён в апреле 82-го. Бесконечная тайга и один строительный вагончик. Такой вид предстал перед первым строительным десантом. Строить посёлок приходилось на тяжёлом болотистом грунте. Первые дома – так называемые «времянки». Не было ни воды, ни тепла, ни медицинской помощи. Всё необходимое завозили из Ноябрьска машинами и вертолётами. Поддельство удручающее, тайга, дико, гнус. А сейчас, конечно, у нас когда-то столица. По крайней мере, Муравленки, я так считаю, не отличаются от Ноябрьска. Почти ничем, единственным, чем компактностью населения. 5 ноября 84-го года решением Тюменского обл. исполкома был образован Муравленковский сельский совет. С тех пор начался отсчёт времени, которое сегодня мы называем историей. 84-й год можно по праву назвать годом ударного строительства. 29 декабря было закончено обустройство посёлка на первом этапе. Построен вагон-городок украинских строителей. Это первый столик наших строителей. Точнее, столик, на котором сидели, проводили свой и досуг, и свои трапезы. Первые строители. В марте 85-го в городе появилась первая пятиэтажка – дом номер 3 на улице строителей. Население быстро увеличивалось. Со всего Советского Союза Муравленка ехали нефтяники, строители, транспортники, учителя, медработники. Приезжали с семьями и с детьми. Людям нужны были жильё, образование, медобслуживание и многое другое. Эти вопросы решались благодаря ударному строительству. Открывались магазины, школы, аптеки. Получила своё помещение станция скорой помощи. Строились детские сады. Было очень много молодых семей. Вот если представить, трудно, наверное, сейчас, что наш город – это был только шестой микрорайон. Это весь наш город. Вот улицей школьной заканчивался город. На той стороне улицы школьной только начинались строиться дома. А вот где улицы украинских строителей, это вообще только прокладывалось тросикой. И стояло такое большое, огромное панно было написано. Здесь будет построена школа. Это номер 2. С 1987 года у улиц посёлка Муравленковский стали появляться названия «Ленина, 70 лет октября, пионерская, энтузиастов». Историкам потом придётся ломать голову, но у города есть две точки отсчёта. Первая – ноябрь 1984 года, который считается годом основания посёлка Муравленковский. Другая, не менее важная – 6 августа 1990-го, когда был подписан указ о присвоении посёлка статуса города окружного подчинения. У Муравленка людей всегда объединяли общность задач и суровый климат, выжить в котором можно только сообща. И сегодня у города собственный неповторимый облик, не похожий на другие города. А задача строителей 21 века – не на скорость возводить однотипные коробки жилых домов, а сделать город и жильё максимально комфортными. Эрнест Бавшин, Юлия Лучникова, Владислав Дроботов. Новости Муравленка.